Всем привет! Самое сложное – начать снимать влог, потому что чувствуешь себя каким-то дураком. Все, идут на встречу, я стесняюсь. Я бегу на встречу с молодым человеком, с будущим мужем, пожалуйста. Мы собрались покупать путевки. Я вот в таком платье. Очень странно выгляжу, но кучу комплиментов сегодня собрала. Мы встретились, где мы с тобой были? В турагентстве, да? Взяли путевки, куда не скажу. Я не говорю, когда мы женимся, я не говорю, куда мы едем, я вообще такая секретная. Вот. И сейчас едем до моюшки, да? Да, до моюшки едем. Вот. А еще я заехала в магазин, забрала кучу шмотов. Ой, подожди меня. И я теперь очень счастлива, она устала, как чё. Я чё хотела рассказать? Я вам хотела вот что рассказать. Те, кто следит за мной в инстаграм, те уже, конечно, в курсе. Вы не представляете, но у меня появилось свадебное платье. Прям настоящее, белое, всё прям как надо. Вот мой идеальный план, наш идеальный план, вот пинки, вот и брейн, он, конечно, не удался. Знаете почему? Потому что мы не умеем держать язык за зубами. Если бы мы умели держать язык за зубами, то по-тихому всё сделать и кто-нибудь свалить, это бы получилось. Но так как молчком это вообще не про нас, мы, конечно, тут же растуррепали родителям, то, естественно, у них желание, что чё-таки такой день нужно хотя бы хоть как-то символически отметить. Естественно, это всё символически отметить, оно переросло в нечто такое, но не сказать, что масштабное, но в события. Вот, я изо всех сил пыталась минимизировать вот это вот всё. И единственное, что мне удалось, так это, ну, мне кажется, ограничить, да, круг родственников. И хотя у нас такой цыганский табор родственников, ну, конечно, не армянская свадьба, но всё равно не пять человек, надо сказать. Короче, празднование будет, белое платье тоже будет. Но, на самом деле, я когда мерила платье, когда увидела, как моя мама... Вот вы просто мою маму не знаете. Я так была удивлена, как она носилась по этому свадебному салону, подбирала мне какие-то розочки, цветочки, перчатки, фату. Какую-то, в общем... Но сошлись только на платье, к счастью. От всего остального я отказалась. Вот. Чё ещё хотела рассказать? А, про линзы. Линзы, 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 линзы. После того видео я поняла, что обязательно нужно отчитаться, как у меня что идёт. Идёт у меня всё отлично, я линзами очень довольна, ношу. Не буду врать, что каждый день на выходных я не ношу, но просто потому что на выходных я в коматозе, и я забываю обо всём на свете. А вот в будни я просто не представляю своей жизни сейчас без линз. Справа были те девчонки, которые мне написали в комментариях, что линзы это как наркотик, от них невозможно отказаться. Это чистейшая правда. Абсолютная. Хотела вам показать, как вот от этой сыворотки у меня брови выросли. Кто смотрел мой предыдущий влог, те, наверное, видели, как там было всё печально с бровями, а теперь вот так вот. Не могу сказать, что меня прям вымахали-вымахали брови, но вроде как стало бы немножко поприличнее. Как вам кажется? Я вот решила завершить макияж вместе с вами, показать вам вот эту вот базу от Essence, которую я купила недавно, из которой у меня случилась очень большая любовь и дружба, потому что это единственное, что помогает мне подружить мою кожу лица с минеральной пудрой от Tarte. Поэтому я вот ей очень довольна. Это база Брид Ти Иллюминайзинг Бейс. Ну, на самом деле, никакая она там не иллюминайзинг. Она даже и вот нанесешь, и не понимаешь, что база... Ну, такой прикольный продукт. Стоит недорого, и вроде как... Да и эффекты хорошие. Ну, по крайней мере, с минеральной пудрой от Tarte с другими, если честно, даже и не пробовала. Видите, я такая девочка в розовой кофточке, а еще у меня юбочка такая вся. Я прям... Сама романтика. Ну, чуть позже покажу вам. И поэтому хочется, знаете, прям конкретно такого розового, розовых теней. Поэтому я сейчас буду наносить новый пигмент от Ил. Вот у меня появился. Купила я его месяц назад, по-моему, еще во время Видеопипла, что ли. Да, мы с Леной поехали. Вот тогда купила. Ну, что-то как-то руки все не доходят. А, нет, пару раз наносила. Так, сначала Duraline. Кстати, пробовала я Duraline использовать как базу для сухих теней. Вот вообще не мой вариант. Категорически. Но пигменты вообще отлично. С пигментами она дружит просто замечательно. А вот с сухими тенями у меня что-то не получилось ее подружить. Так, пигментик. Смотрите, какая прелесть. Это у нас 111 пигмент от Inglot. Он такого чудесного розового оттенка. Сейчас вот раку снизу. Он, конечно, мой самый любимый. Кисть у меня от Valery D. Я уже рассказывала вам о кистях Valery D. Посмотрите в видео, если кто-то просмотрел, не видел. Люблю я эти кисти. Чуть на кисть. Потом это все в крышечку. И немножко втоптать в кисть. Пигмент такой сыпучий. Видите? Основную массу пигмента я всегда наношу на середину века. А остальное уже просто распределяю по нему. Будет просто пигмент соло, да и все. Потому что на самом деле пигмент, вот эти вот все пигменты днем, они довольно яркие. И делать еще что-то, там какие-то складки выделять. Ну чуть-чуть я его просто растушую по всему веку. И все, чтобы он не смотрелся так единообразно. Вот, свет вышел я засвеченный. Красивая зато, смотри. Все. Все, теперь только тушь. И я пошла. Все такое красивое. Вот. Красота. Сейчас мы еще с вами на дневной свет выйдем на улицу. Я думаю там получше будет видно. В общем, ну прям, по-моему, очень красиво. Летом в самый раз то, что нужно. Еще знаете, что я поняла, что ничто так не завершает образ, как парфюм. Вот такая прописная истина до меня дошла вот, ну, буквально совсем недавно. И хочу вам сейчас рассказать про свою новую любимочку. Это Серж Летен. Называется мускусный цвет, по-моему, аромат. Я не буду коверкать французский. Совершенно не мое. И я поняла, что так называемые белые мускусы, это вот это, в отличие от французского языка, это 100% мое. Это настолько красиво, это настолько потрясающе. Я вообще читала где-то в интернетах, что так называемые белые мускусы не слышат 90% людей. Интересно, это правда или это опять такое ля-ля-ля. Вот этот аромат для меня, это, знаете, маленькие новорожденные дети пахнут вот так вот. Я знаю, что это очень противоречивый аромат. Я читала отзывы на фраграмсике, там пишут, там либо негатив, либо позитив. И это, конечно, ну, пугает, если честно, сначала. А потом, я когда попробовала его, я вслепую его не покупала. Но когда я его протестировала в первый раз, я поняла, что это 100% мое. Ну, мускусы это вообще такое очень дело на грани всегда. Кто-то их ощущает кошачьими метками, пардон. А на ком-то это что-то невероятно красивое. Я поняла, что в моем случае мускус это 100% попадание и отвал башки, пардон. Я знаю, что вас уже бесит эта фраза, но я не могу ничего с этим поделать. Вот. Это вот аромат новорожденного ребенка, который, знаете, который кушает только мамино молоко и пахнет вот так немножко по-молочному. Я не знаю, как это писать. Это не какие-то не косметические кремы, это не пудровость. Хотя чуть-чуть пудровости там есть, но для меня вообще ароматы Сержера, они очень цельнокровенные такие. Я не могу делить их по нотам. Сейчас я слышу там, не знаю, там перец, потом я слышу еще что-то. Для меня это настолько всегда цельнокровенные ароматы, что я прям даже не могу выделить. Я могу рассказать о своих ощущениях, ассоциациях. Насколько аромат для меня теплый, холодный или еще что-то. Но начать вот членить его, мне кажется, это просто каким-то чувством, если честно. И вот этот мускусный свет – это что-то невероятное для меня. У меня еще есть шелковый чулок, но вот на данный момент мускусный свет – это просто два пашки, серьезно. Это настолько красиво, настолько хорошо. И он, знаете, у него нет претензий на какую-то невероятную сексуальность. Нет, абсолютно нет. Он уютный, комфортный, он не шлейфит. Он очень близко к телу, но ты в нем чувствуешь себя очень женственно. Причем так немножко по-детски женственно. В общем, попробуйте из крышечки сплоттера. Он звучит просто отвратительно. Честно вам скажу, ему нужна кожа. Вот это 100% только кожа. Если увидите, попробуйте. Я когда первый раз его увидела в Римгош, я так открыла, сунула. Фу, какой кошмар, и отставила тут же. И много подходов у меня было. И только вот совсем недавно до меня дошло, что надо попробовать нанести на кожу же. И вот с кожей это что-то просто потрясающее, серьезно вам говорю. Короче, муа! Так, как я выгляжу? Вот так вот. У меня последние три дня такое чувство, что на меня напали валяевы и трусунов, и покусали меня. Потому что я три дня хожу в каких-то очень женственных платьях, юбках. Но, конечно, за вчерашнее платье они бы меня покусали еще больше. Потому что там была открытая спина, и я бы никогда не подумала, что открытая спина это может быть настолько сексуально. Вот. Короче, так, опять заболталась я. Побежала я, девчонки. Всем хорошего дня. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока. 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 Продолжение следует...